Кристофер Белларду Крис родился в 1979 году в Лос-Анджелесе, застав таким образом расцвет уличных преступных группировок. Он нашел себя в рэп-культуре и тогда даже не мог подумать, что будет вовлечен в разработку видеоигры. Это произошло совершенно случайно, примерно в 2003 году, когда после успеха GTA Vice City в Rockstar Games шла работа над новым проектом под названием GTA San Andreas. В этой истории очень важно упомянуть такого человека, как Диджей Пух. Это один из знакомых Мэйлея, которого разработчики привлекли к созданию GTA San Andreas в качестве сценариста. Именно он обратил внимание на голос мало кому в то время известного Кристофера Белларда, и поэтому созвонился с ним и во время разговора включил громкую связь, чтобы показать его голос сотрудникам Rockstar, занимающимся отбором актеров для озвучки. Но при этом он не предупредил самого Мэйлея и сделал это умышленно, чтобы рэпер, ничего не подозревая, не наигрывал, оставался самим собой и вел себя естественно. В компании высоко оценили то, насколько звучание его голоса действительно подходит для главного героя игры. Сам Кристофер был просто ошарашен такому повороту, ведь повторюсь, во время разговора с Диджей Пух он даже не предполагал, что его слушают представители Rockstar. Позже с ним организовали еще несколько прослушиваний и затем пригласили в Нью-Йорк, где и располагается главное здание Rockstar Games, чтобы наконец приступить к озвучке. Мэйлей естественно согласился на эту работу и надо сказать, что дело за которое он взялся было весьма нелегким. Как говорит сам артист, сценарий был толще, чем Библия. Также по его словам, некоторым актерам достаточно было уделить на озвучку персонажей по 4 часа в день, в то время как самому Мэйлею иногда приходилось тратить по 10-12 часов. В общем, можно представить, какая сложная работа им была проделана. Стоит добавить, что одной озвучкой дело не обошлось и даже внешность главного героя игры напоминает озвучившего его рэпера. А в историях Кристофера и Карла Джонсона можно вообще заметить и кучу других соответствий, но конечно это еще не значит, что все было срисовано. Вероятнее всего CG был прописан сценаристами самостоятельно, а жизнь Криса просто по удачному совпадению напоминает жизнь протагониста, что, кстати говоря, наверняка помогло ему лучше проникнуться в истории героя и придать ему нужное звучание. Так вот, во время работы над GTA San Andreas Мэйлею было около 24-25 лет, примерно такой же возраст и у СиДжея. Мэйлей родился в Лос-Анджелесе, а СиДжей в его игровом подобии в Лос-Антосе. Оба проживали на востоке города и к тому же Крис даже состоял в одном из подразделений банды Крипс, а Карл, как известно, представляет банду Гроустейт Фэмилис, которая наиболее вероятна и была создана на основе Крипс, то есть условно можно сказать, что они даже состояли в одной банде. Не стоит говорить мне о том, что Грувы были основаны на ком-то другом. Многие факты говорят о связях с упомянутой мною группировкой, ну а вообще, этот вопрос заслуживает отдельного разбирательства, поэтому не будем отвлекаться от темы данного ролика. Любопытным случаем является и одно забавное различие. Несмотря на то, что Мэйлей полностью связал свою жизнь с рэпом, СиДжей далёк от этого и в миссии Life's a Beach говорит Кстати, на основе этого можно предположить, что ранее Карл всё-таки увлекался рэпом. Любопытный факт. У Кристофера есть двоюродный брат, которым является Шон Фонтена, тот самый актёр, озвучивший Франклина Клинтона, одного из главных героев GTA V. Также Фонтена принимал участие в озвучке San Andreas, правда, на очень второстепенном плане. И всё же, это просто факт из жизни, и он вовсе не значит, что СиДжей и Франклин якобы тоже являются родственниками, как некоторые предполагают. В 2004 году, наконец, состоялся выход GTA San Andreas. Озвучивание главного героя знаменитой видеоигры принесло Янг Мэйлею относительную известность. И на этой волне, а также при помощи заработанных на озвучке денег, в 2005 году рэпер выпускает свой сборник песен San Andreas The Original Mixtape, где помимо названия к игре отсылала также и обложка. Но это ещё не всё. Вступительная песня в альбоме — это рэп об истории СиДжея, записанный под саундтрек игры. Уверен, что каждый из вас когда-нибудь его слышал, но далеко не все знают, откуда данный трек взялся. К сожалению, нельзя сказать, что Мэйлей прославился так, как, например, по сюжету игры прославился Мэтт Догг или Оу Джи Логг. Хотя, безусловно, ему удалось заявить о себе и в будущем сделать совместные работы с такими исполнителями, как Ice Cube, MC8 и другие. Кристофер не прекращает творческий путь и в 2008 году выпускает следующий альбом. Также снимает клипы и принимает участие в разных интервью. Но образы славы главного героя GTA San Andreas практически намертво приклеились к рэперу, и у большинства слушателей он соотносился с СиДжеем. Как позже заявил сам Крис, на YouTube вы не найдёте ни одного моего видео, где бы кто-то не написал о СиДжее. Со временем рэпера стало огорчать то, что для всех он так и остался голосом протагониста GTA San Andreas, и мало кто видел в нём собственную личность, самого Янг Мэйлея. И если честно, это действительно печальная история. С одной стороны, если бы не сотрудничество с Rockstar, скорее всего Крис вряд ли бы смог стать хотя бы немного известным. По крайней мере, как я понимаю, особых признаков продвижения он не подавал до участия в озвучке игры. Но с другой стороны, спустя многие годы артисту не удалось стать для слушателей самостоятельной личностью, и мне действительно жаль, что Мэйлей, обладая необычным и харизматичным голосом, хорошей техникой читки, запоминающимся внешним видом, так и остался для всех Карлом Джонсоном из виртуального Лос-Сантоса. Но так уж работает человеческое восприятие, которое очень часто основывается на первых впечатлениях. Играя в GTA San, мы привыкли к голосу СиДжея, и услышав его за пределами игры, в голове всё равно возникает знакомый нам образ. Короче говоря, история Кристофера Белларда повествует о том, как образ персонажа может возвысить артиста, но в то же время и поглотить его личность. В любом случае, я поздравляю Мэйлея с днём рождения и желаю ему дальнейшего развития. Кстати, на свои 40 он выглядит прекрасно и почти не стареет, ну прямо как вечно молодой СиДжей. В завершении скажу, что я однозначно благодарен ему и разработчикам игры за то, что именно такая талантливая озвучка простого парня из гетто была применена к главному герою GTA San Andreas. Что вы думаете об этой истории и что бы хотели пожелать данному артисту? Предлагаю написать в комментариях и поставить свою оценку данному ролику. А при желании увидеть новые работы по GTA, можно подписаться на канал и нажать на колокольчик. На связи был Александр Поляк, до встречи в следующем видео! Субтитры создавал DimaTorzok